Зашил нишу, но так как я знаю раскладку плитки, я сделал возможность разобрать ее при необходимости. Ну и все, хороший доступ. Легкая установка. Плитка вот до сюда будет, ну широкая. Здесь просто не клеить ее, да и все. А шов по периметру засиликонить, при необходимости вырезал, доснял. Ну самое неожиданное для меня, что заказчик сказал, что ему это вообще не надо, и чтобы я ее намертво прикрутил. Вот так вот бывает же. Всем привет, начинаю новый санузел. Выставил шурупы по уровню на всех стенах. Маяки будут штукатурные. Выставил липушки и сделал дорожки. Залил пол. У нас дизайн изменился, сначала хотели, как я пару этажей ниже делал, вот так по диагонали сделать. Теперь будет все прямо, значит эту часть надо будет заштукатурить. Закончил с трубами, вот так это будет выглядеть. Запенил кое-где. Теперь ждем, когда высохнет пена, и можно будет забросать штукатуркой. Пришел уже на следующий день. Пена уже окончательно высохла. Стены я еще вчера загрантовал. Сейчас буду это все замазывать. И заодно доштукатурю этот участок. А также выставил направляющие. В виде маячков получаются они у меня. Это для того, чтобы наружную стену тоже привести в приличный вид. Так как у нас будет дверь ставиться и обкладываться плиткой. Закончил со штукатуркой. Здесь тоже все заштукатурил. Пусть теперь сохнет пару дней. Сделал штрабу под ванну и закрунтовал ее. Наношу второй слой гидроизоляции. Первый наносил горизонтально. Второй наношу сейчас и на пекаре. Подготовка к укладке завершена. Гидроизоляция высохла. Можно продолжать. Следующим, спасибо. Сюда много лет. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Вот за весь рабочий день что успел сделать Установил ванну, теперь заполняю вот этот шов Закончил я и с этой стеной Сейчас пойдем вниз До дверей не дохожу, потому что двери будут обкладываться Плиткой откоса Ну и делаю вот там решетку Ну и вот что у меня получилось Так, ну что, профиль прикрутили Теперь можно экран сошить Ванна чугунная, бортик неровный Волной идет Плитка черная На ней ни карандаш, ничего не видно Вот я вырезал ровную полоску, чтобы она сюда входила Крестик вставил 2 мм И теперь делаю вот такую маляркой От бортов 3 мм примерно на глаз вот так отступаю Вот она имеет кривую форму Я вот так же малярку кривой клею А теперь вот эту черную полосу до малярки всю сошлифую Ну и смотрим, что получилось Вот я к линиям вставил, чтобы рука была свободна Ну вот видите, одинаковая Вот ванна кривая И плитка повторяет кривизну ванны Ну и так дальше Потолки у нас натянули Я им перед уходом затер Немножко рядов Чтобы они могли натянуть И чтобы я потом потолок не пачкал Вот чтобы не замотать бордюр Приходится его обклеивать маляркой Привезли плитку Нужно ее будет уложить вот здесь в холле В прихожке В проходе на кухню Эта же плитка будет заходить в санузел И вот здесь на кухне Пол вообще не подготовленный Стяжка от застройщика Заливать они тоже ее не хотят Буду протягивать клеем Это вообще качель Сегодня вдоль прогнал Завтра поперек Продолжение следует... Подписывайся! Продолжение следует... Патрон Подписывайся! Проверяно! Сколько же Дwan Дан Подписывайся! Подписывайся! Продолжение следует... Продолжение следует... У людей еще дальше будет ремонт продолжаться... Чтобы не испачкать это все... Застелил все бумагой... Здесь до углов не стал доходить... Потому что силиконить надо... А здесь унитаз ставить... Так, ключок у нас выглядит... Накрутил 4 шурупа... Они как раз создадут толщину клея... Продолжение следует... На следующий день досиликонил пол по периметру... Там где черное, там черное... Там где белое, там белое... Силикон как и затирка циризитовская... Но возникли проблемы с черным... Потому что это черный, он не черный... Графит... А у них другого нету... Пришлось покупать стороннего производителя... Вот это настоящий черный... Ну и так как... Почти целый тюбик остался... Его девать некуда... И он не черный... Вот вокруг... Канализации... Сейчас его весь выдавлю вот сюда... Чтобы зря не пропадал... Ну вот видите... Она вообще не черная... Прям совсем не черная... Она больше к этому пластику цвет подходит... Чем к этой блинке... Дверь у нас глянцевая... Все косяки на ней будут видны... Если что... Ставить я честно говоря не особо ее хотел... Ну ладно... Здесь телескопические наличники будут... Будут... А здесь я срезал... Часть... НДФ... Чтобы сюда плитку... Воткнуть... Ставлю как обычно на подвесы... Сейчас вот вымерил... Где выпиливать... Буду выпиливать... И потом туда их топить... Двери у нас бумажные... Ну в смысле из НДФ... Я в местах где петля... Поставил фанеру... Это для того чтобы... Когда будешь петлю прокручивать... Шурупы взять по длиннее... И чтобы она втянула... Петлю к этой фанере... Чтобы петля держалась не на бумаге... А на фанере... Установил дверь... Можно эти места замазать... Аккуратненько... Аккуратненько... Решил фартук выложить... Вот так затертый фартук выглядит... Аккуратненько... Закончиваем... Закончил с откосами... Теперь надо подождать... День... Может два... Затирать... Закончил санузел... Закончил санузел... Закончил санузел... Закончил санузел... Закончил санузел... Закончил санузел... Вот с такой функцией, если хочешь, чтобы из этой лейки пошла вода, нужно носик убрать под смеситель. А вот этим рычажком можно сам тропический душ ниже делать или выше, как тебе надо. Здесь, как вы помните, у нас съемный, если срезать. Но в этом, я думаю, нужды не будет, потому что у нас сифон Макалпайновский с возможностью прочистки гидрозатвора сверху. В общем, санузел такой. Много глянца, много хрома. Убираться будет весело здесь. Дверь я уже накрыл салфаном, потому что она тоже очень сильно глянцевая. пленку потом снимут. Все. До свидания. Железяка наклеена буквально на четырех ляпках. Если придется где-то здесь отрезать, вот этот участок будет не проклеенный. и сам по себе бордюр не совпадает с размером плитки. Если здесь сделать на одном уровне, то как мы видим, с другого края. миллиметра два, как минимум, большему. Используемся. Продолжение следует... Продолжение следует...